В эфире телевидения «Российские железные дорога. Время интервью». И сейчас на связи со мной Вячеслав Кургузов, главный тренер молодежной команды «Локомотив ЦИФС» Новосибирск. Вячеслав, здрасте. Здравствуйте, Денис. Спасибо, что уделили нам время. Как вы вообще прошли самоизоляцию? Как ваша команда справилась? Потому что, например, мы с вашими коллегами из других видов спорта общались уже, да, вот и с футболистами, пляжниками, и говорили, что было тяжко, в общем, и тренировки вот эти онлайн, и опять вот такое же, да, общение. Ну, то есть это, конечно, никак не заменит и никак не может быть альтернативой вот именно в ваших видах спорта тому, что когда ты делаешь, там, не знаю, на поле, в зале или еще где-то. Ну да, действительно, такая сложилась в мире ситуация. Непредсказуемая, неординарная. Никто не думал, что до таких масштабов все это дойдет. Но пришлось адаптироваться под нынешние условия. Ну и, в принципе, как все командные виды спорта, мы распустили наших ребят в надежде, что все наши задания, которые мы будем дистанционно им давать, будут выполнены. Ну, я думаю, что наша команда относится к числу таких профессионалов, игроки соответствующие собраны. И те задачи, которые мы давали индивидуальные в это время по упражнениям, по разработке всяких навыков, которые пригодятся нам в дальнейшем в работе, они будут выполнены. Ну, насколько я знаю, и, в принципе, мы связывались с ребятами, тот объем работы, который мы планировали, пускай в такой индивидуальной форме, но он был выполнен. Остается надеяться, что вот, когда мы все соберемся вместе, посмотрим как раз и итог этой работы. У вас не было такого общего сбора со времени весны? Да, у нас планируется вот в конце июля уже непосредственно подготовка к сезону, начальная такая подготовка, когда мы, если нам позволит время, но оно на сегодняшний день позволяет, собраться все вместе и уже в более привычном формате провести втягивающий сбор и готовиться к сезону. Как-то изменился ваш календарный план? Я так понимаю, что да, и очень сильно. Ну да, в данном случае мы привязаны к Всероссийской Федерации волейбола. В недавнем времени они скорректировали календарь, что касается молодежной лиги. Буквально неделю назад мы с ним ознакомились и сейчас примерные наработки, как нам подготовить команду к сезону, будем воплощать, скажем так. Ну, в принципе, это довольно-таки в штатном режиме будет проходить. Единственное, сроки немножко сдвинулись и мы скорректировали нашу работу. Еще хотел бы спросить у вас, какие-то жесткие, скажем, медицинские сейчас требования к команде существуют? Ну, то есть, вы должны определено через какой-то период времени сдавать анализ на ковид? Там, не знаю, у вас измеряются температуры? Или вы сейчас, когда будете вместе уже собираться там, да, на сборы, на тренировки, на какие-то уже встречи, матчи, там, игры, да? То есть, вы должны будете проходить какие-то процедуры. Есть это прописано? Ну, опять же, исходя из рекомендаций и наставлений Всероссийской Федерации волейбола, недавно вышло положение, в котором действительно добавлены пункты, в которых сказано определенные условия для старта в матче. Насколько я помню, там, за 48 часов надо предоставить справку, что мы, наши игроки и участники матча не инфицированы. И это постоянно. То есть, на каждый тур, на каждый матч надо предоставлять такие документы. Это касается тренерского штаба и непосредственно игроков, там, статистиков, ну, в общем, всех, кто каким-то образом задействован в матче. Что касаемо медосмотров, ну, мы, это обычная практика, всегда перед началом сборов проводим медосмотр. Сейчас для ребят высланы рекомендации, чтобы по максимуму изолироваться, меньше контактов. И непосредственно, когда мы соберемся вместе, уже пройти медосмотр организованно, чтобы у нас не было никаких конфузов, скажем так, что касаемо этого вопроса по COVID-19. Ну, вопрос, конечно, такая, скажем, дополнительная организационная нагрузка все-таки на вот команду ложится в связи со всеми этими ситуациями. С другой стороны, ну, здоровье превыше всего, и в том числе ваших игроков. А сколько у вас человек сейчас в команде? 30, да? Вот у вас постоянный состав 30? Ну, 30 человек – это такой расширенный состав, так как у нас параллельно мы взаимодействуем с командой, которая участвует в высшей лиге А, так скажем, это второй дивизион по значимости. И у нас комплектация команды на сегодняшний день создана таким образом, что у нас игроки могут участвовать и по возрасту. Большинство из них проходит по молодежной лиге, и часть игроков, которые задействованы в команде «Локомотив-2» и участвуют в чемпионате высшей лиги А. Вот, поэтому общая численность, да, где-то около 30 человек. Ну, надо понимать, что это две команды. Как сейчас вот основной костяк? Вы довольны, как тренер, вот именно командой, сплоченностью, там, не знаю, сыгранностью, да, вот всеми важными элементами, которые требуются в вашем диспорте? Ну, я могу сказать только о прошедшем сезоне, да, поскольку для меня это первый сезон во главе команды молодежной лиги. Коллектив, ну, я считаю, любой тренер может мечтать о таких ребятах. Здесь большая заслуга в целом организации клуба. Ну, я хочу отметить и Георгия Петрова. Это болгарин, болгарский специалист, который долгое время руководил и, в принципе, руководит нашим резервом для нашего клуба. Благодаря ему созданы и условия, и тот, скажем так, быт и спортивный, и околоспортивный, где все подчинено результату и ответственности игроков за этот результат. Поэтому здесь только можно сказать слова благодарности. Но от себя могу сказать, что, в принципе, ребята уже понимают в таком возрасте, что для них это шанс расти, развиваться в профессиональном спорте. И мы, со своей стороны, доносим до них, что не каждому парню, скажем так, даются такие возможности. И здесь все полностью зависит от их понимания вообще ситуации, чего они хотят добиться в спорте. Мы только помощники в данном случае. Не, ну важно для тех зрителей, которые не в курсе, сказать, что слово «молодежно» — это не значит, что там что-то непрофессиональное. Да, как раз-таки игроки и команда ваша очень профессиональна. И у вас, вы же дислоцируетесь в Новосибирске, у вас есть база, площадка, то есть у вас все есть для того, чтобы нормально тренироваться и поддерживать форму. Да, ну для тех, кто, возможно, недосконально знает нашу ситуацию, каждый профессиональный клуб Суперлиги — это 14-16 команд — обязаны иметь свой фарм-клуб. И мы не исключение, у нас даже три команды в Суперлиге, Высшей Лиге и Молодежной Лиге. Ну, как я сказал, Молодежную Лигу обязан каждый клуб Суперлиги иметь. И очень отрадно, ну, правда, дело прошлого, но тем не менее приятно об этом вспоминать, что прошлый сезон, пускай он такой незаконченный получился, и основная команда Суперлиги и команда молодежная добилась чемпионства. В нашем случае чемпионат был окончен, скажем так, мы успели доиграть до конца. Ну, я думаю, что это результат именно работы всего клуба, всей организации клуба, тренерского, медицинского, руководящего штабов. Здесь только положительные отзывы, но, опять же, повторюсь, это история, и уже в нынешних условиях надо доказывать, что действительно мы на лидирующих позициях в российском волейболе. Как-то сегодня состав поменялся вообще за последний год вашего пребывания как главного тренера? Изменился состав команды, там, Костяк? Или наоборот, все в порядке, ничего не нужно? Или, может быть, вы рассматриваете, что кто-то к вам еще присоединится? Ну, как и любой клуб, который ставит такие далеко идущие планы, мы не исключение. Мы в этом сезоне произвели небольшую ротацию. Сейчас как раз в преддверии сезона можно об этом говорить. У нас два человека, как минимум, пошли на повышение и ушли на помощь Суперлиге, скажем так, набираться опыта, в каких-то моментах помогать. Соответственно, из молодежной лиги те ребята, которые в основном решали задачи в прошлом сезоне, идут на повышение, скажем так, профессионального навыка и уходят в высшую лигу. В основном там будут играть. Ну, а мы в свою очередь проводим, можно сказать, набор, отбор. К нам приедут на просмотр потенциальные новички. Но это более младшие ребята, на которых мы будем работать и нацелены, что они заиграют уже, возможно, в этом сезоне. Ну, а так в перспективе ближайших годов. Вячеслав, я вас благодарю за эту беседу. У нас время ограничено. Ну, надеюсь, что в ближайшее время мы продолжим еще пообщаемся и поговорим о том, о ваших, скажем так, о наборе ребят в вашу команду, да, как вот это все происходит. Поговорим еще о планах. Я благодарю вас, желаю вам успехов. Со своей стороны, хочу сказать слова благодарности за напутствие, скажем так. Они обязательно нам пригодятся. Ну, и всегда готовы к общению. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok